Друзья, в прошлых двух выпусках мы рассказывали вам о поисках жительницы Нидерландов Марги де Геус своих родственников, родом из деревни Миловка Свердловского района Орловской области, и о свидетелях тех страшных событий, которые происходили в этой деревне во время Великой Отечественной войны. Но, оказывается, все это время уже у нас в России Маргу искали Наташа Быкова и ее близкие люди. Эти поиски до недавнего времени были безрезультатны, и вот теперь родственники нашли друг друга. Это большая удача. А как все это произошло, вам расскажет Наташа Быкова. Моя бабушка Пронина Нина Дмитриевна и мой дедушка Мудров Алексей Иванович проживали в деревне Миловка Свердловского района. В 1950 году у них родилась дочь Лида, в 1952 году дочь Галя. В браке они не состояли, по какой причине я не знаю. Бабушка тоже ничего не рассказывала. Через три года после рождения второй дочери они разошлись. По рассказам бабушки Алексей Иванович уехал из деревни и часто менял место жительства. Были данные, что одно время он проживал в городе Симферополе с какой-то женщиной. Были ли у него дети, мы не знаем. Последнее место жительства, о котором нам известно, был город Барнаул. Он не искал связи с семьей. Бабушка рассказывала, что у Алексея Ивановича есть родная сестра Тоня, которую во время войны угнали в Германию. После плена она не вернулась на родину, а уехала к мужу, с которым познакомилась в плену. Нам было известно, что она проживает в Нидерландах. Больше никаких данных у нас не было. Лет шесть-семь назад мы написали письмо в передачу «Жди меня», но поиски ничего не дали. Мы разыскивали Мудрову Антонину Ивановну, не зная ее новые данные. Недавно нам позвонили родственники из деревни Степановка Свердловского района и рассказали, что Мудрова Алексея Ивановича разыскивает Марга. Я сразу же связалась с ней Вконтакте мы с ней списались. Мы сверили данные, да, и действительно оказались родственниками. Мы постоянно сейчас поддерживаем с ней связь, переписываемся. Она хочет приехать на родину своей матери, посетить могилу бабушки. Ну, было, конечно, очень трогательно найтись вот спустя сколько-то времени. Надеюсь, теперь наша связь не потеряется. Может быть, найдутся еще какие-нибудь родственники со стороны дедушки. Субтитры создавал DimaTorzok